Ну а сейчас настало время нам поближе познакомиться с победительницей чемпионата красоты Местонии 2015 Алина Абдусалямова сегодня у нас в студии. Алина, здорово, что ты к нам пришла. Мы тебя поздравляем от всей души с победой. Ну, прежде расскажи нам немножечко о себе. Кем ты работаешь, где училась? Я училась в Томском государственном университете на философском факультете. Я здесь сейчас работаю и тренирую детей в дюша по карате в городе Томске. Скажи, почему ты решила принять участие вот в этом конкурсе? Ты действительно являешься любительницей футбола? Да, я посещаю практически все матчи нашей футбольной команды. И это привели, привели любовь к этому мои родители. Они брали меня с самого маленького возраста на футбол. И с тех пор мы ходим втроем вместе с ними. Скажи, вот участницы, в принципе, этого конкурса, они же в любом случае конкурируют между собой. Они же являются соперницами. Какова была атмосфера вот за кулисами? Как вы ладили между собой? Мы очень часто встречались на репетициях. У нас были различные встречи, мастер-классы. Мы сдружились, мы стали как одна команда. Не было ни напряжения. Мы друг друга поддерживали. И перед выступлениями мы за руки брались и говорили, все, девочки, давайте, давайте зажжем. Давайте всем удачи. Было очень классно. Очень был интересный конкурс, когда девчонки представляли свою какую-то социально-футбольную программу. Немножечко расскажи вот о том, что ты презентовала на этом конкурсе. Я презентовала программу популяризации футбола. И основной идеей у меня было устраивать ежегодные спортивные футбольные турниры между спортсменами, не футболистами. А для маленьких спортсменов и просто детей, которые не занимаются пока спортом, я предложила выпустить серию анимационных фильмов, где главными героями будут футболисты, реальный и тренерский состав. Все это будет на юмористической основе, что будет интересно смотреть не только детям, но и взрослым. Кстати говоря, да, вот эти вот картинки, когда, ну, понятно было, кто изображен, кто является действующим. Да, немножко мы поэкспериментировали. А что тебе помогал в создании вот этих образов? В создании образов я абсолютно все сама сделала. Алин, тебе теперь предстоит защищать, ну, в какой-то степени на подиуме честь нашего клуба на всероссийской арене. Там, наверное, конкуренция будет еще более жесткой и, наверное, задания будут еще более сложные. Насколько ты к этому готова? Я хочу представить на высшем уровне нашу футбольную команду, потому что люблю ее всем сердцем и уверена, что победа будет за нами. Алин, когда ты услышала свою фамилию в качестве победницы этого конкурса, какие эмоции, какие чувства, что вот тебя переполняло, что ты думала, что чувствовала? Я, естественно, хотела выиграть, но я до конца не верила, что это возможно вообще. И у меня ноги тряслись, я не могла с места сдвинуться и до конца не понимала, что да, это я, назвали мою фамилию и имя. И я выхожу, и вот мне одевают корону, и тогда уже смотришь, а нет, это не может быть такого. В общем... Алин, в конце я позволю тебе задать все-таки вопрос футбольного характера. Впереди нашей команде предстоят стыковые матчи с командами премьер-лиги. Как ты думаешь, они могут сложиться для Томи? Я очень надеюсь, что все у наших ребят получится, потому что теперь 8 финалисток, которые были у нас вчера на Мистове, они будут... Сей душой, всем телом. Сей душой, всем телом болеть за нашу команду, и вместе мы силой, и мы пройдем в премьер-лигу. Я в этом не сомневаюсь. Ребята, ну вот таких болельщиц вы подвезли, ну в принципе, не имеете никакого права. С огромным удовольствием мы еще раз вам представляем Мистове 2015 Алина Абдусалямова.